Прием, прием, здарова всем, с вами Хил Хью Артс, это Элден Ринг, я уже не помню, к сожалению, какая серия. Ох, у нас, короче, у меня, по крайней мере, дилемма, идти в замок Штормвейл, либо исследовать часть Элимгрейва нового. Я сейчас покажу, что я вчера открыл. Нашел в этом лесу двух безумных медведей, сагрил сначала одного издалека. Думаю, я хитрый, модный, молодежный. Здесь, кстати, Изи Фарм Душ вот здесь появились в этом месте. Бежим сюда максимально быстро, сейчас заодно покажу. Я решил взять попробовать щит, насколько это эффективно. Бежим вот сюда, здесь сейчас будет прокаст на нас, скорее всего. Берем в таргет этого мужика, ну, если вы маг, разумеется, потому что за другие классы не знаю, как это будет эффективно и неэффективно. Здесь вот этого первого убиваем быстро. Как раз-таки одна банка мана на одного, вторая банка мана на другого. Вот здесь быстренько ману, и валим второго. Что самое интересное, на втором у нас даже стаминами уходит, и мы просто банально закликиваем вот этого мужчину. За каждого дают по тысяче, в принципе, для начала вполне себе неплохо. Я несколько уровней так поднял за кадром. Чтобы было понимание, у нас уже 31-й. Вот. И глядите, мы можем либо идти в Штормвейл, либо исследовать вот эту часть. Я, в принципе, наверное, хочу исследовать вот эту часть. Плюс здесь есть вот эта вот интересная штука, не знаю куда, возможно, пока не стоит идти. Но я бы здесь еще пару подземелий прошел, потому что в замке Штормвейл, ну, что-то тяжеловато мне. Так что, позвольте мне, наверное, вот эту часть локации исследовать. И да, господа, весьма крайне важный анонс. Вы все, наверное, знаете, какая сейчас у нас ситуация. Ситуация охрененно нехорошая. Вот. Несколько суток уже нельзя зайти на Твиттер, в Твиттер зайти. Я предполагаю, что, возможно, рано или поздно у нас заблочат Ютуб. Не подумайте, ни в коем случае Ютуб бросать не собираюсь. Так что, ну, через какое-то время, возможно, отблочат, и мы с вами вернемся. И почему еще? Потому что друг у меня утром в такой озорной манере спрашивает. Ну что, Азаза, как там твоя монетизация на Ютубе? Я говорю, ну, захожу, вроде смотрю, нормально, все включено. А в выплатах, короче, уже двое суток тоже нет даже выплат. То есть, возможно, что-то где-то там на каких-то уровнях делается. Ну, пока Ютуб работает, это радует. Вот. Такое достаточно важное объявление сказал. Теперь можем обратиться к игре. Почему я не хочу идти в замок Штормвейл, возможно, спросите вида. Потому что там мне... Ого. Потому что там мне попу наберут. И насколько же вот это имбалансное оружие. Оно просто дамажит как не в себя. Особенно атака с разбега. Она очень быстрая. И, как вы можете заметить, невероятно дамажная. Я теперь буду пробовать магическим оружием биться. И иногда пытаться прикрываться посохом. Ну, все-таки я попробую спеллблейд делать билд. То есть, воин маг. Если позволите. Так же, почитал комментарий, наконец. Господа, не пишите комментарии. Я так устал комментарий. Читать вы просто не представляете. Огромное благодарность, что пишете. Я, конечно, шучу. Но я реально вчера минут 20 читал. Не на все, понятное дело, отвечаю. Потому что на все не успеваю. Вот. Тоже это еще хотел сказать. И там мне сказали то, что да, ПВП или ПВЕ было бы, в принципе, интересно. Ну, ПВЕ у нас и так постоянно происходит. Можно вот так, интересно. Офигеть, круто. Минус Мишаня. Ну, это маленький Мишаню. Маленького Мишаню несложно убить. И так же я еще был бы, наверное, рад найти какое-нибудь подземелье. Но их что-то ничего нет. Так, не знаю, как-нибудь быстренько проглядим. Какой-нибудь данжик точно где-то может остаться незамеченным. А вы знаете, как я люблю подземелье. Это дополнительная прокачка. Главное не нарваться на Мишку. Мишка натянет мне лицо куда-нибудь. Это тоже мелкий Маленького убиваем. Так, и там вот что-то интересное. Если получится. Получается, я зря этого Мишу убил. Ну, бывает. Не со зла, разумеется. Да, надо будет опять же пытаться делать серии подольше. По возможности. Ну, тут по-любому должен быть секретный секрет. Который я сейчас заберу. Хоть бы не ловушка, хоть бы не ловушка. Повезло. Я еще, что интересно, ни одного мимика не видел. Даже не столько интересно, сколько странно. Миядзеки, ты чего? Или ты пытаешься? Ё-ё-ё, мать моя. Вот так вот, твою мать, вот так вот. Натяговую Миша, небольшую Миша. Если он нанесет нейрон, это будет жопа. Потому что я уже дрался с таким существом. Так, срочно убегать, срочно убегать, убегать, убегать. Я попробую бить все-таки. Так, где оно? Самое главное, осторожность. Сложность. Забрежать за спиной этому существу. Потому что за спиной он ничего не дамажит. Он только спереди может что-то сделать. Хера себе урон. Джонни, я не чувствую урона. Или все-таки схожу вниз? А, не бей, пожалуйста. Ух, пощадили. Ну, я все еще хочу Мишу завалить. А я же могу просто ей запинать. Вот так взять. И запинать по идее даже. Ну да. Немножко некрасиво со стороны игрока. Но, блин, команда. Я казуал. Я играю как могу. Вот так вот. Было жестко, но я забыла. А что-нибудь в награду Влада дадут за это? Кровь монстра. Давайте, возможно, читать. Потому что столько уже ништяков нападало. Я все не читаю. Это мы все читали. Это важный иммунитет. Силу физической атаки. Шанс найти предметы. Вот, прикольно. Также вот эта штука, походу, тоже расходник. Огненная смазка. Магическая смазка. Гнилая смазка. Огненная смазка с нитью. Добавляет урон при атаке. Будучи нанесенной на оружие. Смазка мгновенно наносится на оружие. Это, походу, как бы Бладборни. Исполняет полоску ОЗ, если скормить во время езды. Понятно. Это рябина для лошадки, видимо. Переливается разными цветами и указателями. Истощает слабый свет. Грязные осколки стекла. Бесполезный хлам. Для крафта, наверное, нужен. Так, слушайте, а что же тогда мне с мишки дали? А почему они немножко разделены? Типа они следующего грейда? Это, видимо, мясо. Вот, материал для создания предметов. Свежая кровь монстра переливается золотом. Материал для создания предметов. Ну, походу, просто куча крафтовых предметов. Я еще вот такую штуку у служанок купил, чтобы у меня был еще один слот для загляданий. И вот такие вот штуки я сделал, проделал. Геолокация. Сказай, вот здесь. Руины в Туманном Лесу. Интересно, что хотел, то нашел. Я недавно поменял раскладку, поэтому я еще путаюсь очень сильно. Калисман топор. Что это мне может показать? Усиливает мощные атаки. Я не так часто ими пользуюсь, так что, наверное, не буду пользоваться. Можно было еще и духов позвать, что-то я совсем не подумал. Слушайте, из-за этого медведя две фляжки налило. По-моему, неплохо. Я, конечно, по возможности постараюсь еще облутать здесь что-нибудь. Я честно стараюсь не торопиться, но подгоняет меня необходимость поскорее все это пройти. И из-за этого, возможно, буду немножко торопиться. Вы, если что, пинаете, если какое-то клевое место знаете, а я его пропустил, напишите, пожалуйста, об этом. Я, разумеется, в любом случае вернусь. Можете даже, в принципе, ссылку на интерактивную карту мне оставить. Я обязательно погляжу и буду пользоваться этим. И буду вам очень благодарен. Какая всепроходимая лошадка. Так, ну и шо. Это ланшоты. Жертвенная ведь. Их можно убить, если еще раз ударить. Я знаю. Этот уже не встанет. Так, немножко неудобно, что их через какое-то время бить только. Второй удар очень мало. Урона требует, поэтому можно бить какой-нибудь фигней. Помаленьку. А че, он не встает? Этот не захотел вставать, пытаться даже. Через щит, наверное, два ударов он раскрылся. Окей. Даже яд не настал, или странно. Семь тысяч душ на кону, на самом деле. Это очень неприятный пищащий звук у них происходит. Также мне уже даже мой дружище сказал, что я много вещей важных пропустил. Может быть, может быть. Это я могу любить пропускать. Ого. О, это че такое? Кстати, спрашивали, есть ли заклинание Порча в Элден Ринге. Судя по всему, есть. Ну, я на самом деле думал, это про ходу данжа, а это ничего не про ходу данжа. Ну ладно, что имеем. Походу, маленький цветок у меня бы канул. Буду струлять, пытаться. Хорошо, что урон, завалим. Или не сразу завалим, но завалим. Ну че, рандомно бьет, походу? Главное добить успеть. Ну вот, дело сделано. Тысячи три хочу душу. Двести пизод, часть не хотел. Ядовитый цветок, порошок Миранды. Пригодится. Зачем, не знаю, но пусть будет. Ну и теперь я уже знаю, что я могу Мишань убивать. В принципе, тоже хорошо. Так, где мы по карте? Мы в бою, я не могу подкрыть карту, к сожалению. Вот эту часть. Теперь можно еще и сюда пойти. Давай посмотрим. И это место я уже помню. Правильно? Выглядит, что да. Можно лук целью убрать. Но я тут точно был. Насколько я знаю, если прыгнуть рядом с этим местом, то урона от падения не получишь. Да, все верно. Это я у Iron Pineapple. Поглядел в видосе. Полезно всякое глядеть, знаете ли. Это будет тоже, наверное, советы воровать. Ну или пытаться воровать. Так, молчарь позорная. Блин. Немножко не то, что я хотел. Я же могу прям так. О, это как удобно, это мамродно. Слушайте, это очень удобно. Это слишком удобно, чтобы быть правдой. Можно мне фляжечек немножко налить? Еще туман развеялся, так красиво теперь стало. Пойдемте на эту сторону, поглядим. Это место выглядит каким-то незначимым, возможно. Здесь у нас царь-волк. Наверное, два спила придется, да, потратить. Как я понял, у этого посоха самый лучший из кейл. Ну или эс, если хотите. Нивей. Зарезали волчару позорного. Волчары, давайте мы не будем разбираться. С проблемами будем разбираться без проблем. Надеюсь, вы не против. Ну вот зачем оно тебе надо, маленький мой? Волчишка, мальчишка. Просто взял и вытащил у меня фляжку с эстасом. Я знаю, что тут еще один живой есть. Мы его сейчас успокоим. Еще один, ты смотри, сколько... Да господи, там целый выводок. Ряженную атаку сейчас делаем. Сюда, петушок. Так, ну это последний эстус. Их тут еще один живет. Может мы его просто застрелим? Так будет надежнее и проще. Руны бедняка, наверное, совсем мало дают. Ну, как бы дают это, бери. Потому что если бы ничего не давали. Хотя, наверное, это же специально кладется, ну как бы по лору. Как-то это объяснено, 100%, я уверен. А я, извините, хожу и просто оскверняю ворую. Наверное, не стоит так делать. Сейчас пойду проверю, есть ли здесь не стечок. Нам бы благодать, потому что у нас уже 12... Ой, 12. От 12 минут записи идет 8000 душ. Это где-то уровень. Уровень и немножко, если хотите. Знаю, есть какой-то дракон, которого можно убить, за которого дадут много миллионов, миллиардов душ. Знаки какие-то везде написаны. Надо, короче, бегать и постоянно, когда бежишь, прокликивать треугольничек. Потому что можно пропустить что-нибудь интересное. Я ж не знаю, зачем я волчар позорных поливаю. Ну, просто они дышать не будут. И плюс, я надеюсь, что за них эстасы нальют, но до сих пор не налили ни разу. Было бы еще прикольно, если бы на эти NPC тебе какой-то целеуказатель ставил, вот как. Сделано один раз. Опа, это что за место? Это, походу, та застава, через которую я быстро пробежал. Можно попробовать воина завалить, но что-то мне подсказывает, что у меня еще маловато ХП. И завалят тут только меня. Да, это получается, я вернулся. Хорошо. Да, и можно прыгать на лошади абсолютно в любые направления. Опять же, это у Iron Pineapple я все поглядел. Кто-то, кстати, фляжик налил, что здорово. Вот там интересное место есть, давайте до него добежим. Точка интереса, так сказать. Я искренне надеюсь, что вы не сильно против, что мы занимаемся исследованием территории. Я бы в любом случае этим занимался. Так мы просто будем заниматься на запись. И, кстати, забавно, если ты играешь в онлайне, если у тебя пропадает интернет, то игра тебя выкидывает нафиг. Осьминога убить? Ну, не хочу, но почему бы и нет, в принципе. Сюльку мы отрежем это. Слушай, вот у этого очень много ХП. Попробую сзади обойти, если получится, если успею. Он очень быстро ворочится. Прям очень. Ну, у него в любую сторону достаточно мало урона заходит. Он еще прыгает, я знаю. Еще и лечится. Смотри, какой продуманный пес. В лодке застрял, мама родная. Зачем он это сделал? Я ему все еще пальца обрежал. Есть ли мне прощение? Вот куда-то попал. Хорошо попал. В узриной точке. Так, кладка осьминога. Только две кладки осьминога. Хорошо. И он тут что-то охранял. Руну бедняка. На самом деле вообще ничего от этого не стоило. Но тем не менее, мы уже сходили сюда и сделали это. Быть может и пустовато открытый мир, кто вот знает. Как-то сложно судить, сложно сказать. Получается, мы сейчас вот эту часть откроем, потом сюда вернемся, и вот это все исследуем. И на этой стороне, скорее всего, я тоже не был. Тоже придется исследовать. Ну, потому что там много сайт вещей будет. Здесь у нас благодать целая. Вообще восхитительно. По бокам пробегу, вдруг я что-нибудь могу упустить. Мне, знаете ли, не хотелось бы. Я даже, наверное, посижу. Потому что прокачаться надо будет. Надо пытаться с щитом закрываться. Иногда это полезно. Так, я качал, наверное, интеллект, а потом еще ловкость будем для того, чтобы прокастать делать быстрее. Не уверен до конца, правильный ли это путь, но какой есть. И вообще, как-то мой билд немножко по урону не нравится. Я вам больше скажу, он немножко по урону не нравится. Так, я попробую зайти в этот. Может быть, как раз таки Кастл Мор, кто знает. В принципе, насколько мне известно, всегда есть несколько путей зайти и выйти. Рисхилка сюда. Ну, это, походу, выход. Он насколько большой? Слушайте, ну до удара просто на очень достаточно мощного мужика. И это их сейчас тагерит. Я не знаю, насколько вы, но мне кажется восхитительным. То, что у нас сейчас получается. И маны не так много тратятся. Этого мужика мы сейчас налетим. Пока он будет раздубляться, мы его завалим уже. По тяге отличным отступительным моментом отвлекающим поработали. Я, кстати, с ними пойду в замок. Они мне там дальше будут помогать, я спрячусь. А они будут опорона держать. Это форт Хейт. Это не выглядит Кастл Морном. А, мистер Крис. Опустись. Два раза. По-моему, для чего-то она была нужна. Может быть, нет. Это вроде выглядит бомжом, я не буду на него тратить. Сверху кто-то струляет. Может быть. Слушайте, а давайте я позову работяк. Мысли, может... Маны нет, блин, я дурак. Ладно, простите, я виноват. Здесь позовем работяк. Можно пойти быстрый лучник и выключить. Они мне будут просто помогать. На подхвате так сказать. Ну и вот этого еще тогда. А ты такой, типа, босс качалки. Мужики, а можете мне всегда помочь? Мужики там заняты делами. Тогда я его просто позову. Есть проблема небольшой, мужик. Его, может, огнем было бы взорвать. Его, походу, крысы сейчас убьют. Их, моих духов бесполезнейших. Просто лохов позорнейших. Да. Мне сказали, если прокачать духов, они, типа, очень клевыми станут. Но для того, чтобы прокачать духов, нужно иметь специальных штук. Так, один уже отъехал солдат Кодрика. Вот он залагал. Нужно влететь с двух ног ему в спину, как крыса. Он отлагал. Внезапно резко вдруг. Ни хрена, он какой-то кровавой магией используется. Ага. А тебе всекают в спину, братик? Нет? Пофигу. Нормально, легко. Так, пепел войны, кровавый удар. Отлично. Но я, наверное, не буду пользоваться. Хотя, может быть, и буду. Обычный рыботяга. Можно я стрелять буду? Мне даже пострелять нельзя, вы прикиньте. Пойдемте вниз. Просто пошел куда-то, нашел себе целое охрененное приключение. Вот к этой штуке вроде бы можно было подойти. А, это то, что я могу духов вызывать, вспомнил. Ну-ка. Правочник, воина-кочевник. Я не знаю, зачем это мне. По идее. Вот. Кровавую смазку. Я просто теперь узнал, что могу новые вещи создавать. Понял. Можно было и не заходить. Я все еще никак не могу привыкнуть к счета играть. Хоть и очень стараюсь. Такое небо желтое. Там еще какая-то планета на фоне. Красота. Было бы неплохо, чтобы здесь какие-нибудь ништячки были. Игра, ты же можешь подсобить, пожалуйста. Очень, как говорится, надо. Еще кровавая роза. Но зачем она нужна? Это инструменты называются. Кровавая роза, расцветающая в пропитанной крови земле. Материал для создания предметов. То есть ничего нового. Что пишут? Слушайте. А. Годица не поможет. Слушайте, ну, говорят, ночью нужно сюда прийти. Давайте попробуем. И еще из интересного, знаете, что я помню? Я хотел что-то вам сказать. А. Короче, послания мне тут написаны. Вот. Кто-то один лайк поставил. Возможно, это подписчик. Если что, благодарю, братишка. Что будет ночью здесь? Ну, я, конечно, не верю в это, но попробую. Просто беда еще сюда зайти надо будет как-то. Зачем эти штуки? Красиво. Ну, не знаю. Печаль. Давай глянем. Пятно крови не сработало. Проверю разом. Вроде нормальный. Почему печаль? Медальон Дектуса. Левый. Так. Левая половина медальона с изображением древа Эрта. Если вновь соедините B половину, медальон запустит большой подъемник Дектуса, что связывает плато Альтос с Лиурнией. Говорят, правая половина находится далеко на востоке, в форте Форрод, что в Драконьем Кургане. Ого, окей. Мы примерно знаем, куда идти. Теперь мы делаем что? Идем сюда. Дожидаемся ночи. Ночи. Ого. Это, конечно, неприятно. Ладно. Так. Сокоротать время. До ночи. Блин. Великолепную анимацию. И сейчас еще надо будет попробовать сюда как-то пробраться. Я не помню, как я заходил. Я, конечно, могу прям вообще порваться, но вряд ли. Так же, да, еще уникальные ночные существа могут быть. А, или все зачищено. Этих работяг хотя бы нет. Слушайте, а как же они восстанавливаются? Да, и нужно, чтобы я семечку восстанавливал. А то я что-то забыл. Какая-то слишком интересно. В комментариях все еще ведутся споры, где и как лучше играть, потому что то лагает, то не лагает. Ну и что, вы меня просто обманули? Ну, я не знаю, я пришел ночью. Сделал все как надо. А там, господи, а как они наверху-то послание пишут? И зачем, что самое важное? Что творят эти ребята? Ребята. Нормально, слушайте, даже урона от падения не получил. Офигеть. Нам получается вот по этой стороне теперь скакать. Пытаться найти что-нибудь интересное здесь. Брать не буду, я хочу данжен. Очень люблю данжен. Ох, хрена. Фу, я думал это драконы там сидят. Это просто ничего не было. И скажите, пожалуйста, ну, возможно, кто-то напишет ради интереса. Я с большим опозданием читаю комментарии, но тем не менее все еще, все еще все стараюсь читать. Какая вам часть времени нравится? Там ночь, утро. Мне вот ночью как-то, не знаю, спокойнее что ли, но ничего не видно. Из неприятного. Пойдемте к торговцу сходим, у него, наверное, будет телепорт. У, нифига себе. Добро, добро. Робинки немножко соберем. Че-нибудь интересное есть? Давай, давай. Нево много мяса. И не... Я не знаю, нужно ли мне. Если что, я потом всегда смогу это скупить, но дорого стоит. Я бы сказал. Странно, обычно возле таких торговцев всегда место с благодатью есть. А, это он типа поставил. Нихрена себе, прикольно. Он в смысле торговец. Наверное, ночью не самое лучшее время ездить. Тут вообще ничего не видать. Даже если я что-то хочу увидеть, то я этого не увижу. Не знаю, долетит, буду пытаться приставать. Долетело. И это удар по земле. Почему магических никаких не дает? И так, кнопка. Пацаны, простите. Кое-как. Явно засадить мне хотели. Вот собаки засаду устроили, а? Ну, этот мужчина не так прост. А с факелом нельзя скакать. Ну, видимо, можно на его нужное как основное оружие брать, а не хотелось бы. Здесь много для лечения жуков. Ну, в принципе, у нас и так фляжки полные. Хотя, давайте одного убьем и посмотрим, нальют ли мне магических фляжек. Очевидно, как-то тянутся к этому древу. Мне магических не наливают. Окей, тогда не будем ману тратить. Войта шипастая треснувшая слеза. Пролитая зеленая слеза. Что это такое? Для крафта. При добавлении в снадобье выносливость. Воу, кристальная слеза, которая веками зарождалась там, где благоденствие древа эрт коснуло земли, можно добавить во флягу. И шипастая кристальная слеза, веками заражалась там. Усиливает заряженные атаки, повышает максимальную выносливость. Прикольно. Блин, офигеть, как круто. То есть, это я столько прошел, и я только сейчас что-то нашел. Ого, Мишаня, Мишаня защищает. Я не уверен, что я смогу одолеть Мишаню, но я должен. Слушайте, по-моему, это Underworld. You know? You know, это же мега супер-пупер-убер-данжен. А вы знаете? А я пойду, наверное. Ммм, попробовать Мишу завалить. Офигеть, просто каш. Люди еще и знаки успевают писать, когда они это делают. Давайте попробуем Мишу убить. Не факт, конечно, что получится. Ну, попробовать бы надо. Вот просто реально. Нифига, уже полчаса почти записал. По-моему, там много лута. Да, это оно. Просто такое, краем-глазом помню, как это будет выглядеть. К сожалению, к счастью ли. Попробую начать с праджектайлов. Там уж как пойдет. Зря, наверное, с них начинал. Надо, короче, за спину пытаться зайти. И начать допустить. Бэм, 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 щеколадо. Нажал два переката, перекатился один раз. Пес. Что ты меня кусаешь? Говнище. Ну, говнина какая. Деревья ломает. Вот я тебе сейчас псяку за разлом имущества. Добить, 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 падла. Встань. Да что ж ты встать-то не можешь? Ух, кое-как. Ты на Мишане супер-убер. Мега-грозный противник. Что это за местность? Возможно, мы так территорию открыли. Ну, я бы, наверное, хотел посмотреть в подземный мир, в Underworld, если вы понимаете, о чем я. Ну, там лифт невероятно долго, я знаю. Да, заодно мы можем зачислить, сколько он будет длиться. Вот, смотрите, 28-13. Ну, 28-15. Попробуем. Надо телефон на беззвучку поставить, а то, конечно. Может быть, шумодав давит, а может быть и нет. Пока что, самый долгий лифт, который я помню, наверное, в... Как же эта игра называлась? В Кодвейне. Перед двумя боссами, по-моему, двойным боссом. Я просто очень надеюсь, что у меня будет быстрое перемещение потом наверх. Те ребята, которые играли, писали, что это, наверное, самый-самый долгий в мире лифт в серии Souls. Вау. Блин. Чего мурашки-то пошли? Ну вот уже почти минуту едем. Могу упасть? Могу. Не могу. Не могу. Могу. Блин. Ну, вы понимаете, Влада. Теперь еще наверх ждать лифт, потом вниз ждать лифт. Окей, скоро тут увидимся. Чуть-чуть не дождал. Чуть-чуть. Ну, я вам интересного расскажу, чтобы вы понимали. Вверх лифт едет абсолютно с такой же скоростью, как и вниз. Я не знаю, неужели у Фромов нет ума? Неужели там нету геймдизайнеров, геймразработчиков адекватных, которые понимают, что, ладно, вниз лифт едет пафосно, круто, здорово, когда он с персонажем, ну, либо вверх. Но когда он без персонажа, когда он пустой, неужели нельзя как-то это ускорить? Сука, извините меня, из игры в игру это дерьмище. Неужели, сколько рофлов, сколько мемасов про эту тему с лифтами ходит? Вы чё, мозгов не хватает сделать побыстрее? Ну, сделайте, пожалуйста, людям будет приятно. Так галят некоторые вещи у Фромов, просто вот, ну, слов нет. Никогда бы не думал, что я буду, как бы, бугуртить по этому поводу, но вот бугуртю. Простите, пожалуйста, не удержался. Да, конечно, возможно, не все лохи падают. И потом второй раз ещё сюда идут. Ну, вот тут каков есть, таков есть. Таков путь, как говорится. Давайте одним глазком глянем на этот восхитительный остров под землёй. Блин, вообще безумие, крутость. Впереди предмет, ты же обманщик. Ты же обманщик, и фэк, фэк рассказываешь тут. Распространяешь неправду. Лошадь можно под землёй призывать. Нормально так. Я думал, это какие-то новые подземные ресурсики. Делие призывающего пальца. Не знаю, зачем оно нужно. По-моему, чтобы знаки призыва видеть. Слушайте, ну... Блин, я не знаю, нужно ли мне сюда идти. Но определённо нет. Серебряный светлячок. Потом разберёмся, зачем он нужен. Или вообще не нужен он. Выглядит как огромное место, где будут давать тумаки. Выдавать. Проножитель окраин. Немножко травки расистой. Надо пользоваться расходниками всё-таки. Опа, здорово. О, слушайте, а этих хрен пробьёшь. Очень... Можно слезть к собаке. Я не могу слезть с коня, я не знаю, что за фигня. То есть, это работяги обычные. Мне кажется, нет смысла. Если я милишка буду бить чисто, я в жизни их не убью. Тогда мне сюда определённо рановато, судя по моему маленькому урону. Но только урон у меня маленький. Давайте мы запомним это, пожалуйста. Урон маленький, всё остальное большущее. Прошу меня дико серьёзно простить снова. Началось время, когда... Эх, приходится записывать с прерываниями небольшими. Слушайте, ну... Без шуток просто... Неописуемо это место выглядит. Вот, без рафлов, без шутей... Охренительно красиво. Я, наверное, не буду с работягами драться. Они всё-таки тут делами занимаются. Я вот заберу, всякое свору, если они не против. И потом побегу. Работяги, я мимо. Мне только спросить. Хорошо, работяги не сильно против были, оказывается. Лошадь тоже, моё почтение, прыгает как надо. Забираем лутецкие. Опа, ещё лифт. А, ты подожди, так это ещё не всё, вы хотите сказать. Ну, блин, я надеюсь, никто не будет против, что мы это место немножко сегодня поисследуем. А, потом тогда пойдём в замок Шторм Вейл. Какая огромная игра, это просто обоссаться. Это просто нет слов. И это я только полписечки прошёл, я уверен. Полписюлечки. Какой зачаточный. Ну и название. Немножко по лицу получил. Я просто пробегу. Да какой смысл с ними драться? Они всё равно намного толще. У меня хпшки не хватит. Не хпшки, а манышки. Ого, ничего себе. Хорошо, они ещё и волшебные оказываются. А потом, я думаю, в раю Лукарию идти, потому что там много всяких магических штучек будет. Ну, я так думаю. И просто быстрее, не быстрее меня, поэтому у меня есть хорошее преимущество. Так, сюда я пошёл. Там лук, господи, как я мог этот лук пропустить? Эмбиент достаточно приятный. Так. Как бы я согласен, это писюльки, вот эти руны жителей окраин, но из писюлик и складывается что-то большое, что-то важное. Моё такое мнение глупое. Литничные камни. Сейчас потом пуху выберем. Я всё-таки думаю, я буду... Опа. Надо запомнить это место. Я всё-таки думаю, я рапиру потом возьму. Я хоть лютый фанат вот этих рапир. Я считаю, что... Ну... Возможно, если я возьму рапиру в руки, то у меня задний привод включится, если вы понимаете, о чём я. Я вот немножко переживаю насчёт этого. Никого не хочу обидеть, так что не обижайтесь, если что. Так. И нам получается, как-то туда в дырку надо упасть. Пока что я, наверное, не попаду туда никак. Вон там работяги. Я, скорее всего, выше дальше должен идти. Я, честно говоря, думал, это проход, а это только часть прохода. Там у меня праджектайлы летят. Ну и пусть летят. Так, а вдруг мы вверх поедем? Может быть, про этот лифт говорили, что он очень долгий. Просто вот именно тот лифт, я бы не сказал, что он долгий. Либо это не подземный мир. Слушайте, а бывали? Я вот не запомнил, где я. Категорически не понимаю, братан, ты чё? Давай вот без фигни. Совершенно не понимаю, где я. Ну, давайте ещё до одного костра. Возможности. Мать моя. Хотя с другой стороны смотришь на эти охеренно огромные масштабы и понимаешь, что... Ну, блин, всё-таки. Всё-таки Фрома не фигнёй занимались, а ваяли вот... Чё, нельзя, что ли? Ваяли такую великолепную игру. Я почему так рвусь в замок Штормвейл? Там будет ништяк, необходимый для улучшения... Там я, получается, упустил. Для улучшения духов. А духов на второй уровень сделать, это было бы очень неплохо, согласитесь. Также, наверное, одну фляжку мы сделаем на увеличение выносливости. Какая-то такая карта? Или это просто? Может, это предметы? Может быть, и нет. Так, я сворую. Мистер Краб, мистер Краб, я два яйца сворвал. Блин, это был мужик. Я думал, это дама, а это не дама. Прости, зачем ты убьёшь своих деток? Прости, мистер Краб. Мистер Краб, не гей. А, мистер Краб, я так хотел тебя убивать. Неловко вышло. Был Краб, пацан, а стал Краб-девка. Краба без яйца, больше не Краб-мужик. Простите, не удержался. Ух, как сексуально это выглядит. Может быть, на превью пойдёт? Может быть, не пойдёт, не знаю. Это слишком круто. Я обещал одним глазком просто. Здесь просто вах, мама родная, как же сексапильно всё это выглядит. Это то, о чём я думаю. Это карта, наверное. А почему нет уровней? Типа карта вверх, а карта низа. Опа, это что такое? Миядзака. Это болото твоё любимое опять? Или как это понимать? Подзи, позднее утро. Опа, нихрена себе. Это, подожди. Это типа низ. Это вверх. Подземелье, поверхность. Офигеть, то есть есть. Буду хотя бы знать. Мамык призыва. Угу. И пока вспомнил, давайте фляжку сделаем, а то я снова забыл. Так, было гадать, конечно, здорово, но вы когда-нибудь улучшали фляжку? На уровень, скорее всего, мне не хватит. Да, нужно 6000 чума, мрадная, фляги. Увеличить количество фляг, да. В смысле, я улучшил уже? Да. Благодаря, нет, распределить фляги. Мысли, а я же только что нашёл. Так я же нашёл. Топ-буман. А как скрафтить? Фляги, повысить уровень. Странно. Может быть, её из инвентаря можно? Нет. Странно. Видимо, я что-то совершенно не понимаю тогда, как это работает. А, ладно. Давай тогда. Это, получается, первое. Всё. И вот, допустим, отсюда пойдём. От окраин. Доисследуем эту территорию в этой серии, надеюсь. Чтобы в следующий уже тогда в замок Шторм Вейл, мать его, отправиться. Получается, нам вот сюда. Чуть-чуть левее. И будем пытаться смотреть интересные вещи. А, то есть вот так. Я могу левый слот менять, но я не могу этим пользоваться. Вот видите здесь? Папа Миша, мама Миша. Не против, я сворую. Господи, тут Миша инстоком, омродная, не бей. Какашки их своровал. Почему золотистый? Это что, золотистый медведь? Я знаю, есть золотистый рет... 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 Ретри... 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 Ну, вы поняли. Порода собаки такая. Вот. Но это явно не она. Надо мне как-нибудь... Не знаю. Отмечать, что ли, где я прошёл, где я не прошёл. Даже в берег есть, мать моя. Ну, давайте где-нибудь здесь в скале будет секретное подземелье. Мистер Краб без фигни. Белую плоть у него забрал. Наверное, это была крабдама, я не уверен до конца. Но... Будем думать о хорошем. Бенниди. Не сегодня, мистер Краб. Вон, какие-то развалины. Там, по-любому, что-нибудь хорошее будет. Я ещё одно место знаю, куда мы можем пойти перед замком Штормбейл. Не поверите. Будем заниматься просто тупо исследованием. Не, слушайте, огромные пустые территории, к сожалению. Хотя, с другой стороны, если бы слишком много ништяков было, возможно, это было бы. Засилие, точек интереса. Кто знает. Выглядит как... Нет, не выглядит. А жаль. Могло бы быть им. Им, секретным местом. Так, это мы где? Это мы уже у входа почти. Ну, хоть тут-то по-любому что-то будет. Я как минимум вижу благодать. А как максимум нечто непонятное. Третий храм Марики. Так. Насколько я знаю, нам направо вверх далеко идти, очень далеко идти. Прям вот туда сильно. Так, фляга с чудесным снадобным. Кристальные слезы можно найти в поднаже малый древ эрт, а также в других уголках между теми. Отдыхай в местах благодати и смешать. Вот, видим, я ещё не мог. Фляга с чудесным снадобным. Только сейчас я имею возможность. Понял. Песчаная слеза. Что написано? Ну, это в любом случае люди писали. И только сейчас я могу это всё смешать. Правильно? То есть фляга... А, вот как. Ё-моё. Две кристальных слезы во фляге с чудесным снадобным. При добавлении восстанавливает половину ОЗ. Повышает выносливость. По-любому нам надо. Всё, что ли? А это что даёт? Заряженная так и не, ну это нормально. Окей, тогда. То есть и теперь по снаряжению я бы поставил, наверное, вот так сначала сюда эту флягу. Потом сюда ману. Прикольно. Проверю ещё обычную фляжку. Но всё, ещё нет. Окей. Хорошо. Ещё немножечко. Умнее стали в мире Элден Ринга. Слишком много, наверное, ненужных расходников, которые мне бы не хотелось, как игроку подбирать. Мне бы хотелось, знаете ли, всего и сразу. А не вот это вот всё. Ну, слушайте. А там данжен. I saw some dungeon. Я попробую сейчас забраться сюда и покорить этот данжен, чтобы стать его мастером. Простите мне мой слава. Интересный понос. Я в безумном восторге от игры. Вот. Вы можете верить, можете не верить. Но я не шучу. Мне очень нравится игра. Пусть она даже лагает, подлагивает. Мои глаза уже привыкли. Тут явно какая-то... Петушня. Ах! Портал! Готов ли я? Слушайте. Я пока не готов... А, это то, что нужно. Окей. Они у нас не пропадят. Хорошо. Пока что я не пойду в него. Возможно, в следующей серии отправимся. Там вон великан, слушайте. Я же хочу в данжен. Блин, тут столько всего. Ну зачем вы так фромы нагородили, а? Мастер великан, проход. Я так смотрю, они любят в проходы великанов ставить. Это ущелье. Oh, shit, man. God damn. Я побегу. Вроде я оторвался. Да, он еще пулял, смотри, поскольку. Что долет? Священный клинок. Вот это тоже может быть. Ах ты, дрянь, кудлатая. Злый день писюльчатый. Ну, попади в него, дура. Простите мне, мои слова нехорошие. Некрасиво было. Так, он меня может еще вверх поднять. В этой части локации мы еще не были. Опа, неудачно. Пошли нафиг волчары. Как минимум, мне не показалось, что там что-то было. Очень красивая нагорья. Не уверен, что я правильно использую слова. Но буду надеяться, что правильно. Просто супер подфриз был. Возможно, кстати, из-за этого сраного подфриза весь звук на серии уйдет. Очень бы этого не хотелось. Просто волчар полным-полным. Блин, можно было бы сохраниться, а потом выйти, если вдруг там ничего полезного нет. Возможно, это Рип. Уничка себе. Ну-ка. Ради чего я плода сюда пошел? Светящийся камень. Ммм, делищес. Вкусная какашка. Сюда ничего нет. Ну, я думаю, это обман, господа. Ну, тут явно ничего хорошего не будет. О, вот оно. Это регалии Эо Кайда. Ну, это сексуально выглядит. Так, снаряжение. Сила, ловкость, колдунство. Блин. Так, старинный меч из Эо Кайда. Маленькая кануша в лето страны. Медный цвет клинка не стоит путать с ржавчиной. Это покрытие служит своего рода проводником. Проводящим сражаться одним усилием воли. Мечи Эо Кайда словно танцуют в небесах. Вау, сексуалити. Давай глядим, что он имеет. Вау, обычный меч с виду. А потом бабах. Можно? Наскрыть его. Танец меча Эо Кайда не работает. Ладно, прикольно. Что, я сюда могу войти? Слушайте, это что за дела? Можете объяснить, как это называется? Тюремная пищера. Давайте поставим что-нибудь, типа, нужно посетить. Ну, объясните мне потом, как сюда попасть. Я не знаю, когда эта серия выйдет. Я честно очень хочу понять. Но я пока что совершенно не понимаю, как сюда попасть. Без шуток, без рофлов. Возможно, я не имею возможности. Пока что. Ну, давайте попробуем все-таки в этой серии добить. Не знаю, получится ли. И я вот, допустим, пью. И у меня плюс стаминка. О, да, работает. Мое почтение. Давайте теперь попробуем поглядеть, насколько долго данный эффект будет сохраняться. Вот уже, я не знаю, ну, считай, всю серию потратил. А ни одного не нашел данжо. Испытываю небольшую грусть. Я, получается, и вот сюда могу пройти. Мать моя, тут целый город. Надо туда идти. Хотя там уже, наверное, за 50 минут. Давайте, возможно, мы на этом закончим сейчас. Дойдем до этого места, чтобы было поинтереснее. На затравочку, так сказать. Стой, тут большая Миша. Так, что делать-то? Они меня явно натянут. Можно я вам помогу? С мамой Мишей. Мама Миша, папа Света, просто дети. Ты сучара. Кусок дерьма. Вот ты мразь. Шо в жопу. Ну, дура, я же тебя убью. Я же тебя убью. И всех твоих друзей убью. Я, чувак, простите, я злой. Они просто глупые. Я тут в таких моментах могу им помочь. Нормально так помочь. Они берут и мешаются мне. Ради чего, волки? Ради чего вы делаете это, родные? О, еще один идиот. Так, сейчас ты сдохнешь, и у меня будут проблемы. Дерьмоволк, блин. Так, ну почти загрызли, кстати. Надо пожарных волчат еще убивать. Моя добыча. Все, всех победил, один остался. Хух, жестко было. Так, мне снова пришлось выключаться и загружаться. Ну и что в итоге тут у нас сохранялось? А, так это подождите, это не то место. То место гораздо дальше. Ну а тут ничего хоро... Эй, игра, что-нибудь супер-мега-бупер-убер легендарное, пожалуйста. Что бы я такой, вау, это действительно стоило того. Здесь я не могу сказать, что это стоило того. Ну anyway, мы заимели это хорошее место. Давайте на этом великолепном месте мы закончим. Пре много всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и побольше. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Силхерц.